МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чуть асфальт не смыло. В Березняках устраняют последствия урагана. Явился в полицию, в платье. Следователи проверяют березняковцы на причастность к преступлениям против детей. Аж дух захватывало. Автомобильный праздник «Спринт КАП-2015» собрал полсотни участников. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. И Андрей Фадеев. Здравствуйте. Сегодня пятница, и мы вместе расскажем о главных событиях и о том, чем запомнилась уходящая неделя. А начнем выпуск с происшествия, которое случилось пару часов назад. На перекрестке улиц Свердлова и Юбилейная возле строительного техникума была сбита женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Буквально пять минут назад эта женщина угодила под колеса Вишневой девятки. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Удар получился серьезный, но главное – не смертельный. Водитель, которая допустила наезд на пешехода, не скрылась вместо ДТП, сразу вызвала скорую. Пока ждала медиков, своими силами пыталась оказать первую медицинскую помощь. И готова была даже дать интервью. Но здесь случайный прохожий, прямо на наших глазах, решил устроить самосуд. Кто за рулем был? Я была. Летись обошь. А теперь девушка-водитель девятки, пострадавшая от рук человека, который возомнил себя вершителем правосудия. Рассказала подробности ДТП. Она уже на красно-желтый пошла. Я ехала на зеленый. Здесь стояли машины. Уже мигающий был. Она пробегала, поэтому я ее не заметила. Из-за машины она еще выбегала. А я побыстрее поехала. Судя по всему, теперь перед законом придется отвечать не только водителю девятки, но и мужчине, который ударил беззащитную женщину. Ведь Анастасия вправе подать на него в суд. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. К другим темам. К нам в редакцию обратился мужчина, которого при сделке обманул покупатель его автомобиля. В итоге наш телезритель остался и без денег, и без железного коня. Теперь неудачливому продавцу, чтобы восстановить справедливость, приходится бороться с судебными приставами. Житейская история. В сюжете Евгения Кокшаровой. Вот хожу к приставам, как на работу. Две недели уже почти. Никаких сдвигов нет. Михаил Анихин в октябре решил продать свой форт. Нашел покупателя и заключил договор купли-продажи с рассрочкой на два года. Правда, покупатель продавца Абул не заплатил ни разу. Тогда Михаил подал в суд. Процесс мужчина выиграл и теперь считает, что судебные приставы бездействуют. Судебный приказ я принес к судебным приставам и началась бека дня. Никаких ответов, ни приветов. Ни машину не арестовывают, счет не арестовывают. Как этот человек ездил на машине, так и ездит. Я остался без денег, без машины, а мошенник катается на машине. Исполнительное производство по судебному решению было возбуждено 19 мая. Михаилу стало интересно, почему в течение 10 дней приставы так ничего и не сделали. Ведь он уже провел собственное расследование. Однако судебный пристав Елена Ковязина говорит, что торопиться не стоит. Для исполнительного производства приставу по закону даются два месяца, а прошло всего 10 дней. Пристав отправила нерадивому покупателю уведомление. Он не отреагировал, значит, не получил. На данный момент, еще раз повторяю, к нам не поступило обратное уведомление, получил должник или нет. Но на следующей неделе, то бишь в понедельник, мы выйдем на адрес и опишем имущество. Адвокат Кристина Кивилева считает, что Михаил изначально поступил опрометчиво, пойдя на поводу у покупателя. Такие случаи в Березняках не редкость. И юристы вообще не рекомендуют продавать свое имущество в рассрочку. Но в случае, если все-таки рассрочка предусмотрена договором, то есть стороны к этому пришли, то я тогда рекомендую заключить договор о залоге какого-либо имущества, принадлежащего покупателю, чтобы каким-то образом обезопасить продавца. Что в случае неисполнения своих обязательств по договору купли-продажи, продавец имеет право тогда получить данное недвижимое имущество, под которое был оформлен залог. Чтобы не оказаться у разбитого корыта, адвокат рекомендует оформить пение или проценты, которые покупатель обязан будет выплатить продавцу в случае неисполнения договора. Ну а Михаилу еще какое-то время придется ходить пешком. Машину арестуют не раньше, чем на следующей неделе. Теперь главное не нервничать, ведь свое имущество вернуть хоть и не быстро, но можно. А нервные клетки, как говорится, не восстанавливаются. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Бесконечные, на мой взгляд, проблемы у жителей многострадальных гостинок. На этот раз к нам в редакцию обратились жильцы дома на Свердлова, 51. Они утверждают, что в подвале прорвало канализацию, и эта история длится уже давно, и никому нет дела. А сейчас с наступлением теплых дней в доме просто нечем дышать. Наша съемочная группа сегодня убедилась в этом. Это вход в один из подъездов многострадальной гостинки Свердлова, 51. С приходом лета здесь потекла канализация. У подъезда расплываются отходы человеческой жизнедеятельности. У Владимира в этом доме живет мама, которую он часто навещает и возит в больницу. Если бы не родная кровинушка, ногой бы не ступил в эту помойку, признается мужчина. Внизу здесь живут кошки, вот эти бродячие, и домой даже заносишь блохи, кошачьи, понимаете, вот с этой помойки. Если заметить, на первом и втором этажах этого дома форточки закрыты. Конечно, если под окошком разлилась канализация. Запашок здесь, мягко говоря, не очень. Жители многострадальной гостинки рассказывают, что коммунальная беда с ними приключилась еще два года назад. Только вот с наступлением лета приходится вдыхать совсем не ароматы сирени. В гостинках живут порядочные люди, которые вовремя оплачивают коммунальные услуги, так и те, которые в почтовый ящик даже не заглядывают. К сожалению, таких жильцов гораздо больше. Но как бы люди не боролись за комфортные условия проживания, все бесполезно. Статус многострадальной гостинки этот дом получил за счет своих жильцов, которые постоянно дебоширят из-за внешнего состояния дома. Коммунальные кошмары здесь случаются почти каждый день. Однополненной бедами и проблемами гостинки отказались все управляющие компании. Но совсем недавно под опеку взять нерадивый дом решилась уральская жилищная компания. На днях мы прочистили у них канализацию, и помогло непосредственно. Помогло? Да, то есть вода у них ушла, у них вода стояла. Дальше даже сегодня планируется еще чистка специальной машиной под высоким давлением, то есть канализация от жира в трубах непосредственно. Это должно помочь. А пока управляющая компания пытается разобраться со всеми проблемами гостинки. Владимир ищет для своей мамы новое жилье. Не верит, что когда-нибудь все беды и проблемы дома решатся. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Между тем, капитальные ремонты для ветеранов продолжаются. Ремонты за счет бюджета сделаны уже в половине всех жилых помещений ветеранов в Пермском крае. Это дополнительная мера поддержки пожилых людей реализуется по инициативе губернатора. В Министерстве социального развития отмечают, всего на сегодня признаны требующими ремонта 1187 жилых помещений. Капитальный ремонт проведен в 554 жилых помещениях, где проживают ветераны. Основная часть работ по капитальному ремонту планируется в летний период. До конца 2015 года они будут завершены. Работы в домах ветеранов ведутся разные. Это может быть замена окон, пола, дверей, ремонт инженерных систем или кровли. Для тех, кто не может самостоятельно провести ремонт, предусмотрена помощь специалистов Минсоцразвития в привлечении ремонтно-строительных организаций и заключении договоров на проведение работ. К проекту подключаются общественные организации и волонтеры. А председатель правительства Пермского края Геннадий Тушналобов подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума за первый квартал 2015 года. Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за первый квартал 2015 года в расчете на душу населения установлен в размере 9292 рублей. Это на одну тысячу больше, чем размер, установленный в третьем квартале 2014 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 9920 рублей, пенсионеров 7604 рубля, детей 9413 рублей. Эти показатели будут использоваться исполнительным органам государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. Установление прожиточного минимума необходимо для определения размеров государственной социальной помощи и поддержки населения. А сейчас по нашей пятничной традиции коротко напомним вам о том, чем запомнилась уходящая неделя. На канале время самой короткой динамичной информации и традиционный обзор главных тем и событий. Клещи атаковали всех. Только за неделю в Пермский лабораторий обратились полторы тысячи человек. В Березниках за один день врачи насчитали порядка полусотни укушенных и советуют после каждого похода в лес или даже просто с прогулки проверять себя на наличие маленьких кровососущих. Полиция просит быть внимательнее тем, чьи объявления размещены на сайте Авито. Орудует банда мошенников, которые звонят по объявлению. Говорят, что хотят купить товар. Спрашивают номер банковской карты, якобы для перевода средств. Потом на телефон жертвы приходит СМС-уведомление с кодом, который спрашивают преступники. И буквально в считанные минуты мошенники через Сбербанк онлайн переводят все деньги с карты на свои счета. Ущерб уже исчисляется сотнями тысяч рублей. А тем временем прокуратура Березняков помогла ликвидатору аварии Чернобыльской АЭС улучшить жилищные условия. Чиновники предлагали мужчине жилищный сертификат на 300 тысяч рублей, но в итоге выдали на 2 миллиона. Много лет Чернобыль состояла в льготной очереди. И лишь после совместных действий прокуратуры и администрации города деньги из федерального бюджета были выделены. Буквально вчера пограничники отмечали свой профессиональный праздник. Обладатели зеленых фуражек и беретов прошествовали от мемориала Победы до городского кладбища. Но по мнению полиции, на своем пути они перешли к границу дозволенного. Нарушили 54-й федеральный закон. Не подали заявку в администрацию о проведении митинга. Вступать в конфликт с полицией возмущенные демонстранты не стали. Инцидент ограничился словесной перепалкой. Дойдя до кладбища, пограничники возложили цветы к памятнику воинов, павших в Великой Отечественной войне. И разошлись вспоминать своих боевых товарищей. На этой неделе озлобленные птицы атаковали прохожих возле сквера первостроителей. Как удалось выяснить, такое поведение пернатых вовсе не признак весеннего обострения, а всего лишь проявление заботы о потомстве. Судя по всему, маленькие воронята только учатся летать и находятся под присмотром своих родителей, которые из птенцов готовы напасть на любого. На этой неделе решалась судьба всех выпускников. Ученики 11-х классов сдавали единый государственный экзамен, результаты которого отразятся при поступлении в высшее учебное заведение. Будущие студенты продолжат сдавать экзамены по выбору на следующей неделе. Пожелаем им удачи. Ни пуха, ни пера. А итоги недели подвела Екатерина Федорова. Мастера своего дела. Готовимся к масштабным праздникам. Обо всем подробно через минуту. Время рекламы на ТНТ. Не переключайтесь. Продолжу выпуск. Работа мечты. В санатории и профилактории «Уральские самоцветы» подвели итоги смотра конкурса профессионального мастерства среди работников фабрик и лаборатории компании «Уралкали». Конкурс приурочили к предстоящему Дню химикам. Сергей Коленик озвучит имена победителей. Дорогие друзья, дамы и господа, я рад приветствовать вас на нашем мероприятии под названием «Работа мечты». Вот уже несколько лет компания «Уралкали» чествует лучших сотрудников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства. В зале собрались настоящие профи. Те, для кого работа на предприятии стала работой мечты. Лучшим лаборантом-технологом в 2015 году стала Екатерина Казьминых. Девушка за 11 лет работы в «Уралкали» впервые решила принять участие в таком конкурсе. И вот он, успех. Когда я узнала, что я заняла первое место, для меня это была неожиданность. Думала, что ничего не изменило. Мои коллеги помогли, передавали свой опыт, научили меня всему, что они знают. Теперь я знаю я. Помимо награждения участники конкурса «Проф. Мастерства», а их было почти полторы сотни человек, собрались вместе, чтобы поделиться эмоциями и знаниями о своем любимом деле. Почувствовать себя частью большого сплоченного коллектива. Иметь достойную и перспективную работу – цель многих людей. И лишь единицы в наше время могут похвастаться, что обладают работой своей мечты. Например, один из победителей в номинации «Лучший аппаратчик галлургического производства» компании «Уралкали» Александр Дангаузер. Парень признается, конкурсу подошел с особым вниманием. Такие конкурсы, я думаю, нужны, так как поднимаешь уровень, поднимаешь квалификацию свою, узнаешь что-то новое, так же готовишься, нюансы все раскрываешь. Заместитель технического директора по процессам обогащения Светлана Алиферова отметила высокое стремление молодежи принимать участие в подобных конкурсах. По словам специалиста, это повышает профессионализм сотрудников «Уралкалия». Профессионализм у нас всегда был высокий, с каждым годом он растет. Когда проходят конкурсы, я обращала внимание, что наши эксперты и конкурсанты всегда общаются, обмениваются мнением, и я считаю, что они перенимают все то, что лучше увидели у кого-то, у себя потом на производстве. Конкурс профессионального мастерства приурочен ко Дню химикам. В этом году работники вновь показали свое мастерство и еще раз подтвердили – нет предела совершенству. А поздравляю от сотрудников «Уралкалия» с наступающим праздником. Сергей Каленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Сам себе защита. Сегодня в Доме спорта «Олимп» стартовал турнир по боксу, посвященный Дню защиты детей. А тех, кто с малых лет настроен на большие победы – репортаж Дмитрия Сидельцева. Этот спорт не для слабаков, вне зависимости от возраста и роста. Например, этим боксерам всего 6 лет. За плечами у каждого только по одному выходу на ринг. А для Максима из Соликамска он в красной майке. Прошлый бой закончился и вовсе без боя. Я не бьюсь, потому что соперник перенелся и убежал. Почему? Не знаю. Я его старший был. На этот раз маленькому боксеру удалось доказать, что он не зря надел перчатки. В этом упорном бою победу по очкам. Единогласным решением судья. Девчон сочинила во всем красным углом. А этих соперников уже можно назвать опытными бойцами. В красном углу березняковский боксер Олег Макеров. Неоднократный участник городских и краевых соревнований. Уже в первом раунде точным ударом в корпус Олег пробил брешь в обороне своего соперника. Дыхание же сбивается, когда попадаешь в корпус. Все, чтобы он уже не смог дальше продолжать. Рефери трижды фиксировал нокдаун в пользу березняковца. И в итоге поединок закончился досрочной победой нашего боксера. Встречный нокдаун, который лежал, боксер, красный угол Макеров, Олег, город Макеров. На Березняковский турнир съехались 80 участников, представляющих 7 городов края. И каждый из них должен был продемонстрировать зрителям умение вести честный и зрелищный бой. Бокс – это красота. Это наука. Боксер – это шахматист. Они драчу. А это особый поединок. Защитные шлемы не позволяют сразу разглядеть, что на ринге девушки. В красном углу призер чемпионата Приволжского округа Виктория Лапушева. Ее соперница Елена Привалова из Лысьвы пришла в бокс из лыжного спорта всего полгода назад. Итог противостояния опыта и напора – боевая ничья. На ринг я выхожу первый раз. Спаррингов почти не было. Но я очень ждала этот бой. Я не ожидала, что мне предложат поехать на соревнования, но я очень рада, что взяли. Я отработала нормально. Я довольна собой. Но чего-то не хватает, потому что ничья. В следующий раз доработаю. Финальные поединки турнира состоятся завтра в 11 часов утра. И тем, кто умеет бороться за победу до конца, желают удачи Дмитрий Сидельцев, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Андрей, смотри, сколько в нашем городе спортивных ребят. И, кстати, в последние годы в Березняках много всего делается для развития спорта. А ты чем-то таким увлекаешься? Да, если честно, моя страсть – это велосипедные прогулки. Но давай не будем обо мне, а лучше узнаем у березняковцев, какие виды спорта предпочитают они. Ну, после работы, конечно, желательно в велосипеде катаюсь по вечерам. Бегаю, плаваю, так же продолжаю все это делать. В бассейн ходишь? И в бассейн, и на водоемах. Проактивным отдыхом занимаемся. Лыжи, плавание в нашем бассейне. Спортивные, больные, танцы занимаюсь. Я хожу в тренажерный зал, мне это нравится, потому что заряжает мне энергией и поддерживает физическую форму. Я занимаюсь сельским хозяйством. То есть это активный отдых и вид спорта? Для меня это активный отдых и удовольствие, и хобби. Кроме этого, я еще катаюсь на велосипеде. Катаюсь на велосипеде, и вот работаю, работа физическая, труд. Все. Кем вы работаете? Монтажником рекламных конструкций. Ребенок занимается у меня самбо. Вот веду его на тренировку. А вы? Я. Я общая физкультура. Я занимаюсь дома. Просто дома. Упражнения. Потергиваешься, отжимаешься, пресс. И приседаешь. Все. Когда время появится, не обязательно какой-то график, не обязательно какие-то старания. Просто есть время, вот сегодня я это сделал. А завтра березняки будут отмечать один из самых массовых для нашего города профессиональных праздников. День химика. По многолетней традиции, эта дата сопровождается грандиозными шоу-программами на центральной площади города. Основная часть химфеста 2015 начнется в 12 часов дня. Пришедших на праздник гаражан ожидают зрелищные выступления творческих коллективов Перми и Березняков. Фестиваль автозвука и развлекательные программы для самых маленьких березняковцев. А в 6 часов вечера на центральной сцене стартует концерт звезд российской эстрады. В числе приглашенных исполнителей певица Зара, группа Бандерас и Иванушки Интернешнл. Следует помнить, что на все время праздника будет ограничено движение автотранспорта по прилегающим к Советской площади улицам. С 10 утра до полуночи будет перекрыт проезд по улице Карла Маркса и Советскому проспекту. Однако предстоящие выходные знаменательны торжествами не только мирскими, но и духовными. В воскресенье весь православный мир будет отмечать День Святой Троицы. Торжественное богослужение по этому случаю пройдет в храме похвалы Богородицы поселка Орел. Желающим посетить праздничную службу будет предоставлен бесплатный автобус. Отправление в 8 утра от площади первостроителей. А мы по-прежнему делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычные события или происшествия. Вы знаете то, что будет интересно другим? Поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А мы прощаемся. С вами были Андрей Фадеев и Елена Вавилова. Всего доброго и очень теплых вам выходных. В Кизеле погода существенно не изменится. Температура воздуха в районе 28 тепла. В Соликамске малооблачно, плюс 27, плюс 29. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза. В Березняках 3 июня облачно, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 16, плюс 18. В дневные часы около 28 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный 2,7 метра в секунду. При грозе порывистый. В среду солнечная активность низкая. Геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена центром ФОБОС.